Преативность Подождите, это этап или коммуникация? Коммуникация Ой, компетенция, господи, простите У вас должен быть этап, сначала у вас этап планирования и организации Какие компетенции нужны для реализации этого этапа? Вот из предложенных как минимум Ну, да, креативность, планирование и... А где у нас этапы, Влад? Этапы мы не написали А чего? Не знаю, что писать Не знаю, что писать Так, вы прописали, что в обращении планирования и организации нужны вот эти компетенции, я правильно поняла? У вас получается один этап? Нет, можно? Пожалуйста, ну да, помогите Чтобы мы как-то разобрали Вот пошла взаимовыручка, взаимопомощь, отлично Ну, во-первых, нужно заинтересовать ребенка И нужно уметь доступно объяснить ему всю информацию Потому что после чего он очень понимает Для того, чтобы ребенок поменялся И нужно найти способ коммуникации То есть нужно общаться с ним нормально, что ему стало интересно изучать этот пример, который он не понимает Так, подождите, хорошо, Маша, значит, у вас первый этап это планирование и организация Вы планируете, как вы это будете делать и организовываете, я правильно? Да Давайте прям по этапам Значит, и для этого вам какие компетенции нужны? Эти, эти, выбирайте любую Чтобы запланировать и организовать, вот только на этом этапе Какие компетенции необходимы? Ну, общение, то есть коммуникация Навод планирования Общение Ну, коммуникация Ну, да, в организации коммуникация нужна Ещё И Уверенность в себе Так, уверенность в себе Вам нужна уверенность в себе для планирования или для организации, как вы считаете? Ну, ребенку нужно уверенность в себе Нет, это ваше Ваша Тогда креативность крика так хорошо креативный давайте мы разобьем я бы разбил от по крайней мере это на два этапа планирование и организации хорошо вот если вы садитесь и командой планировать данный проект как вы будете заниматься тьютер вот вы собрались все какие компетенции для этого используйте коммуникации ну да вы же будете обсуждать план правильно еще какие навыки вам нужны чтобы спланировать давайте возьмем чтобы спланировать данный проект что еще надо помогать обратная связь друг от друга Вы, конечно, вы высказываете свою точку зрения. Очень хорошо. Еще. Ну да, это знание по тьюторству, знание наставничества. Хорошо. Еще какие, как вы считаете? Вот планирование. Берем планирование. Что еще нужно? Работа в команде. Работа в команде. Правильно. Все хорошо. Вот вы написали. Вы очень хорошо, Маша, начали. Мотивация нужна для вас, чтобы спланировать? Ну, конечно, если вам проект неинтересен. Конечно. Так. Так, еще штамп умение доступно и правильно донести материал. Ну, это все относится к коммуникации. Хорошо. Давайте так. Тьюторство – это многоэтапный проект. Но мы его просто разобьем для такого более облегченного варианта на два этапа. Организация. Вы организовываете. Какие здесь навыки вам придать? Вы написали план. Теперь вам надо организовать. Что для этого вам надо? Коммуникация. Коммуникация точно надо, да. Так, еще. Вот, Маша, вы правильно сказали. Креативность нужна? Креативность. Ну, в организации. Какие-то элементы, какие-то подходы, какие-то новые идеи в организации нужно. Еще что? Стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость. Нужна в организации. Серьезно, крупные мероприятия на уровне, вот так предположим, город. О, какая-то нужна в стрессоустойчивость. Хорошо. Еще? Собранность. Собранность туда же. Да. Ну, стрессоустойчивость, собранность. Вот, видите, мы это к чему подвели? Что у вас очень хороший проект, который задачу выбрали, это телевизорство. Это замечательная вещь. Вот. Здесь просто, ну, вы немножко как бы, возможно, не совсем поняли задачу, либо... Либо что? Либо не совсем поняли, да? Вот. Значит, поэтому суть такая, что, смотрите, когда вы берете любую задачу, вы ее расписываете по этапу. И вы должны понимать, что для реализации этого этапа нужно вот это, компетенция и так далее. Это очень важно, потому что для реализации того или иного этапа вы будете подбирать конкретных людей. Понимаете? Кто-то процессник, ему нравится процесс, вы его на одну задачу или на один этап. Кто-то ориентация на результат, вы его на другую этап. Понимаете, о чем я говорю, да? Это очень важно. Согласитесь, что это непросто. Непросто? Вот это все прописывается. Непросто, да? Поэтому сегодня вам и дали очень сложные задачи для того, чтобы вы поняли о том, как даже провести совещание. Маша, спасибо вам большое. Как провести совещание, чтобы провести совещание, не просто собрать, а поговорить. Нет. Перед совещанием вам нужно писать повестку совещания, какие задачи вы будете обсуждать, какие ответственные лица и сколько времени вы на это займете. Знаете, как бывает, проходит совещание. Я не спланировала полчаса, длится полтора часа. И в итоге не протоколируются итоги данного совещания. Поэтому любая задача, это разбивка на этапы и прописать, как это сказать, каждой компетенции. Каждому этапу прописывается каждая компетенция. Но это вот на данный момент для вас, да? Когда уже взрослый бюджет, компетенции не прописывают, но этапы, ребят, обязательно, да? Чтобы вам этим заниматься, вам нужно прописать этапы. Все, в целом вы постарались, молодцы.